ВАЗ и Стас работают вместе уже более 20 лет. Дуэт клоунов объездил 25 стран. Теперь гастролируют по городам России. Артисты продолжают шутить даже за пределами манежа. Быть всегда веселыми – это уже жизненный принцип. Это все молодежь, эмоции, краски, видите, неуемная энергия, бьющаяся вперед и в сторону. Да, это все молодо и приходите. С замиранием сердца зрители следят за выступлением группы Фатимы Гаджикурбановой. Этот номер когда-то придумал ее муж Александр Медников. Теперь она продолжает традиции знаменитого канатоходца. Вместе с постановкой объездила почти всю страну, но в Сочи привезла номер впервые в честь 45-летия сочинского цирка. Я здесь работала с совсем маленькой девочкой, пятилетней, с папой. В старом цирке, который стал дальше, туда такой был шапито. Потом я работала, когда мне было 14 лет. Дальше я уже вышла замуж, приезжала, я была в положении, мой муж был артист. И я работала в Сочи. Потом уже с мужем я работала. То есть в Сочи это как родной дом. В цирковой труппе выступают и дрессировщики. Лишь по одной команде Виктора Евтехова лошади готовы выполнять любые трюки. Животные совершают их без наездника. Это самый трудный жанр конного цирка. На арене также можно увидеть морских львов, попугаев ара и пушистых котов. Публика с восторгом встречает каждый номер. Мне кажется, такого уровня дрессировка, наверное, мирового значения. Огромное спасибо за восторг и доставленное удовольствие. Сочинскому цирку равных нервов. Всегда аншлаг, всегда веселые представления. Программу «Орликин» артисты посвятили Али Пугачевой. Песня с тем же названием стала одной из главных в ее творчестве. Как и ее герои, участникам тоже нужна одна награда – смех. И у них, похоже, получилось быть для всех детей и взрослых смешными.